Пушкин, наше все. Сегодня в России Пушкинский день, а еще Международный день русского языка. Он установлен по решению ООН. Кроме того, русский язык входит в число шести официальных языков организации. Сегодня наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы выяснить, знают ли жители стихи великого поэта. Сегодня исполняется 215 лет со дня рождения, пожалуй, самого знаменитого поэта в истории нашей родины Александра Сергеевича Пушкина. С творчеством так называемого солнца русской поэзии все знакомы еще со школьной скамьи. Тем не менее, есть в его биографии детали, которые могут показаться интересными даже тем, кто знает наизусть всего Евгения Онегина. Оказывается, в знаменитый царско-сельский лицей Пушкин поступил по блату. Благодаря весьма известному и талантливому поэту, а по совместительству и дяде Василию Пушкину. Еще одним известным родственником поэта был его дуэлянт Дантес. На момент дуэли он был женат на родной сестре жены Пушкина Екатерине Гончаровой. Первая дуэль писателя случилась в лицее, а всего их было около 30. Сам же Пушкин, по слухам, предлагал стреляться более полутора сотен раз. А знают ли жители города стихи известного поэта? И вообще, что им известно о Пушкине? Был великим русским поэтом, который принес большой вклад вообще во всю литературу. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Я вас любил так искренне, так нежно, так дай же Бог любимый быть другим. Что знаете о Пушкине? Что это был, что его убил Дантес на дуэли из-за любви. Все смерти из-за женщин. Мороз и солнце, день чудесный, но что ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, негай взоры, что-то там и дальше не помню. Золотая цепь надо бетом. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь забоет, налево сказки говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Люблю грозу в начале мая. А, и у Пушкина известное произведение, когда умер после дуэли с Бортезом. А дуэль с Бортезом окружена очень многочисленными тайнами. А почему Пушкин сразу? А потому что сегодня у него юбилей, 215 лет со дня рождения. Ну, тогда я его поздравляю с юбилеем. Желаю, чтобы он, ну, желаю, чтобы больше его любили, как бы знали. Мороз и солнце, день чудесный. Что ты тремлешь, друг прелестный? Пора, красавица, проснись. Открой. Сомкнутые негайзоры. Сомкнутые негайзоры. Настречу северной авроры. Сейчас. Звездой севера явись. Я помню чудное мгновение. Ну, этот помню, а дальше что? Дальше передо мной явилась ты. Ну, вот вы явились. Про лукоморье помните? Дуб зеленый, да, помню. Расскажите. Золотая цепь на дубе том. Вот, а что про кота там, на лево, на право там ходит. Хороший поэт. Сказку про мертвую царевну он написал? Да. А еще какие? Ну, это как он, какие сказки у нее. Царевну лягуську тоже он что-то написал? У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью. Кот ученый. Шагает по цепи кругом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова